МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Топ-брандзит – это всегда история самых известных торговых марок Украины и мира. Сегодня мы в гостях у Игоря Лабортаса в ювелирном доме «Лабортас». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, об идее создания ювелирного дома «Лабортас» и в каком году он был создан. Я всегда хочу подчеркнуть, что это классический ювелирный дом, а не просто ювелирный дом, как и классический симфонический оркестр. Он содержит в себе все направления, которыми богато на сегодняшний день, ювелирное искусство. Я учился у красных директоров управлением очень мощных производственных процессов. Ну и когда распадался Советский Союз, вернее, накануне его, в конце 80-х годов, у меня были друзья, которые зарабатывали деньги, там ездили в Югославию, в Польшу, там чем-то торговали, но у них было там неуемное желание создать производственную фирму, производить какие-то там украшения, какие-то мистические, магические свойства, камни применять и прочее. Ну и мы просто дружили. Как производственник я всегда видел, что они делают все через пень колода, все вверх тормашками, абсолютно. И я над ними всегда подсмеивался. И когда однажды они исчерпали все свои усилия, они понимали, что все деньги у них в песок уходят, то есть толку нет, производство не получается. Вот это происходило как раз в Новый год, с 89-го на 90-й. Мы встречали Новый год, и я в очередной раз над ними пошутил. В новогоднем застольном тосте. Они сказали, слушай, ты, раз ты такой умный, приходи давай и покажи нам, можешь тут себя назначить генеральным директором, президентом, кем хочешь назначать, покажи нам, если ты это умеешь. Ну, 15 января 90-го года я приступил к своими обязанностям. И, собственно говоря, уже через несколько лет полностью функционировало то производство, которое они так добивались. Создавая бренд, вы сразу понимали, что вы не будете выходить на масс-маркет и займете отдельную нишу? Ну, перед этим был когда-то масс-маркет, потому что вот когда мои друзья задевали производство, то мы производили в том числе и мельхиоровую бижутерию. Ну, в Советском Союзе золото и серебро было запрещено, за это сажали в тюрьму. Вот. И мы производили мельхиоровую бижутерию и довели свое производство до такого масштаба, что каждое четвертое изделие в Советском Союзе было изготовлено нашей компанией. То есть это настолько многодонарное производство, настолько гигантское было. Вот этого периода мне в моей жизни было достаточно, чтобы я больше не хотел никогда возвращаться к рыночным отношениям. Вы в себе чувствовали вот эту творческую жилку, которую хочется воплотить, да, в неких красивых созданиях, которые были бы уникальны? Или Вы давали задачу дизайнеру? В первую очередь в себе, ну, не столько чувствовал творческую жилку, сколько беспокойство, да, на что тратим жизнь. А мы пришли уже на подготовленную почву прошлых столетий, мастеров прошлых эпох, которые оставили нам и приемы, и инструменты, и знания, и многое другое. Поэтому мы должны дополнить это достижениями 21 века. Когда-нибудь будет и 25 век, и 30 век, и мастера будут отражать свой век и дополнять мировую сокровищницу своими достижениями. Мы же пополняем тем, что и сегодня, и явим миру средств нашей эпохи, нашего столетия. Расскажите нам о том, что является символом Дома Лобартаса. Это процветший или проросший посох, он встречается многократно. Это посох Аарона, это посох Иосифа, это посох Ефрема, это и еврейский, и мусульманский символ есть, и, естественно, православный, потому что я сам являюсь православным человеком. Хотя мы очень активно интегрируемся в те мировые цивилизационные достижения, к которым относятся все религии, все веры. И нам очень интересно создавать часто объекты другого вероисповедания. Философия бренда такова, что вы не стремитесь побыстрее продать продукт, а скорее создать что-то такое уникальное, что найдет своего покупателя со временем. Каким образом такие вот ваши уникальные ценности находят своих покупателей? Ну, я хотел бы из двух частей построить ответ. Во-первых, бренд, если вы откроете любой словарь, его первое значение – это клеймо для скота. Вот, и я очень не люблю это слово, и никогда его не применяю. Я всегда говорю нашим клиентам, а что вы хотите оставить своим детям? Себя передать детям или их бренд? То есть свое сокровенное собственное или нечто чужое? Они мне всегда говорят, нет, мы хотим себя, мы хотим свое, мы хотим семейное, фамилиное и прочее. Поэтому это разный векторность. Бренд ориентирует на себя, искусство же ориентировано к человеку. Среди ваших клиентов главы многих государств, первые лица государств и также Папа Римский. Я знаю, что недавно вы также летали к нему на встречу. Расскажите об этом. Что заказывает у вас Папа Римский? Когда встречаешься с таким человеком, понимаешь ту меру святости, которую он в духовности в себе несет, и воплотить это в объект, который создается для него, который может быть даже из медистина, или там из самого недорогого, из драгоценных материалов серебра, он должен воплощать ту силу веры, которую он передает людям. И вот мы создавали, был такой заказ у нас, нам доверили заказчики наши, нам доверили даже определить характер объекта, потому что ни в коем случае он не должен был быть драгоценностью, я имею в виду с точки зрения роскоши. И мы создали запонки в виде свитков, такого старого, где-то рваного свитка, где свиток опирается на площадку с крестом иерусалимским. А даже замок и стойку замка на обороте этих запонок мы решили в виде знаменитой фрески в Капернауме, возле моря Галилейского. Есть на полу фреска, где стилизованная корзина с хлебами и две рыбины. В 2011 году одно из ваших изделий было удостоено звания «Рекорд мира» и занесено в Книгу рекордов. В силу того, что это наш не первый рекорд, в 2006 году мы зарегистрировали перстень «Танец ангела», в котором было 837 бриллиантов, мы надеялись, что кто-то в мире включится в некое такое этичное соревнование с нами. Так и случилось. Через два года американцы зарегистрировали уже, если то было Книги рекордов Украины, то в Книге рекордов Гиннеса появился рекорд 1014 бриллиантов. Ну, чего мы и ожидали. Мы потратили еще три года сами на создание этой работы и создали кольцо «Царевна-лебедь» в 2525 бриллиантов. У Врубеля есть картина «Царевна-лебедь». Она во многом давала нам те ощущения, которые нам позволили именно такой образ лебеди создать. Расскажите о следующем шедевре, о шахматах. Мы, соприкоснувшись еще с шахматным миром, с шахматистами, мы для фиды создаем кубки и женский шахматный «Оскар», и сейчас получили право создавать два гамм-три, женский и мужской. Оказывается, в шахматах есть специальное дополнительное поле, помимо игрового поля, для складывания вот этих битых фигур. Мы решили создать систему, в которой мы фигуры складываем некую аркаду сразу под плоскостью шахматного поля. То есть ходить далеко не надо никуда, то есть это аркада. Ну, интересно было сделать, конечно же, чтобы и поднять, и опустить можно было это поле, для того, чтобы битые фигуры спрятать. Ну, например, погрузить в «Царство мертвое» битые фигуры своего противника. Ну, в шутку, конечно же. Или же в конце, завершив игру, сложить всю партию и полностью сложить стол. Таким образом мы ставим чистое поле, и здесь шахмат. И нужно было, конечно, создавать поле, которое не просто не уступает, а будет как раз, вот в флорентийской мазайке никогда не делали шахматных полей, мы стали первыми, да. Но будет как раз из этой среды высшие достижения человечества. И если стол сам по себе не попадает в сюжет, тогда это просто некая подставка. И мы первыми, как оказалось в мире, еще решили и это решение. Потому что у нас основание – это открытая книга истории. У нас подкорки, на которых стоит стол. Это колесо истории. И оно сочетается с битвой украинских казаков, с османами на противоположной стороне. Не могу не спросить, сколько они стоят. Вы знаете, у нас задача так. Мы хотели бы, чтобы где-то порядка 2-2,5 миллионов долларов нам заплатили. Но мы говорим о том, что никогда объект такой не продается сам. Кстати, русский «Форбс» нам засчитал миллион долларов. То есть они исследовали самые дорогие шахматы в мире, какие есть шахматные наборы. И нас поставили на второе место после шахмат Фаберже, который купил Джордж Дин, один из самых знаменитых лекционеров в мире шахмат. Американец Джордж Дин. Нас поставили на второе место, и нашим шахматам присвоили миллион долларов. Но нам кажется, все-таки из нашего ведома не надо было это делать. Вот «Царевна-лебедь», кстати, это же изделие, в котором не самое большое количество бриллиантов, которое создано в ювелирном доме «Лабортас». Тысяча сокол, в котором 11,5 тысяч бриллиантов. Мы создали двух соколов сразу. Один весь, все перья и все тело пера птицы укрыто бриллиантами, подчеркивая блеск пера. Причем с самыми сверхмелкими бриллиантами, что позволяет нам видеть не кристалл, не алмаз, а видеть блестящее перо. Второе мы сделали супернатуралистичным, у которого мы сегодня ведь очень развиты в 21 веке не только огранка бриллиантов, но и электрохимия. Ну, если можно, мы посмотрим на какую-то из работ. Да, прошу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо вам, Игорь, большое, за то, что рассказали эту интересную историю. КЛАССИЧЕСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ДОМА ЛАБАРТАСС. Я желаю вам процветания, успехов. БОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ